Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Друзья, сегодня мы рассмотрим с вами, как можно сделать вот такую вот будку для собаки. Причем, вот сегодня целый день я потратил на изготовление этой будки. Сделана она из отходов производства, так сказать, мы из оружия сделали, так сказать, дом. То есть, вот это вот были ящики от патронов. Сейчас, на данный момент, это будка для Акбара. Итак, приступим к изготовлению такой будки. Да, кстати, еще один такой немаловажный момент. Как бы база канала строится, развивается, поэтому мы приглашаем всех, кто хочет принять участие в строительстве. Счет, реквизиты все будут в описании. Кто сколько может. Вот, ну, даже если вы не можете помочь материально развитию, каналу, развитию нашей базы, то вы можете помочь, если будете смотреть и не пропускать рекламу. Также напоминаю о том, что у нас есть форма общения такая скайп-консультация, которая приносит очень много пользы. В общем, я сейчас провожу тест будки. Я нахожусь внутри ее. Стараюсь сам проводить такие тесты. Почему? Потому что, ну, чтобы понимать, что ощущает собака, когда находится здесь. Даже вот вольер, который я показывал, где Лора жила, там мне пришлось, я ночь переночевал, там сам лег на будку сверху и прочувствовал, какой температурный режим зимой. Сейчас я пару часов просижу здесь в будке, которую сделал для Ахбара. Ну, давайте поговорим еще раз, какие типы будок бывают, да? То есть, ну, это самая простая, это прямая будка с прямым входом. Чем она плоха? То есть, ну, хорошо то, что есть домик у собаки какой-никакой, там от дождя она может спастись, там еще чего-то. Но плохо тем, что прямой вход и ветер задувает, как бы не очень хорошо. Если вешать какую-то шторочку, то обычно животные сдирают эти шторочки. Долго они не висят. Чем-то они их не устраивают. Вот. Есть будки с боковым входом, вот как я сделал сейчас Ахбару. То есть, вы видели, да? Вот он. Вот он. Вход. Вот оно, жилое помещение здесь. Шторку я снял. Вот шторка сейчас висит, потому что она мне мешается. Ахбар обычно ее не сдирает. Чем хороший этот вид Ахбудок? Тем, что как бы именно ветер задувается во вход и заходит по улитке. То есть, как бы прямого потока воздуха нет. И это хорошо, потому что собака, она не боится как бы холода, а боится на сквозняка. Потом, какие еще особенности должны присутствовать в будке, если вы будете, решите строить будку. Ну, про утепление я ничего говорить не буду. Как бы утепляйте. Как можете по породе своей собаки смотрите. Там некоторые пенопласты, там еще какие-то утеплители. Это все технические особенности. Но самое важное то, что крышка будки должна открываться. Когда вы будете делать, чтобы крышка, вот видите наверху крышка, она должна открываться. Открываться она должна для каких целей? Для того, чтобы вы в любой момент могли открыть и почистить, допустим, будку. Чтобы это было удобно для вас. Вот. Ну, теперь давайте поговорим о подстилке. Какая подстилка самая хорошая? То есть, вот сейчас уже будка обжита. Ахбар несколько дней здесь пожил. Причем он не выходит отсюда. Самая хорошая подстилка это солома. Вот видите, здесь солома у меня сейчас постелена. И почему хороша солома? Вот. Заметьте, самое главное, что это не сено должно быть. А должна быть соломы. Потому что солома, она не впитывает влагу из себя. Она дольше сохраняет вот этот вот эффект пружинного матраса. И самое главное, что она не впитывает влагу. Поэтому, когда собака приходит после дождя, мокрая вся, а сено обычно становится мокрым и преет. Солома сохраняет свои качества очень хорошо. То есть, ну, солому чем отличить, да, вы все прекрасно понимаете, да, вот это вот солома, да. А вот это вот участки сена. Такие. То есть, здесь немножко сена есть, я уж не проводил выборку. Ну, самая лучшая подстилка, это солома. Ну, вот, собственно говоря, что нужно учитывать. И еще такой важный очень момент. Если собака у вас находится на выгуле, постоянно где-то, ну, лес там рядышком находится. И вы выходите или в контакте с другими животными, с другими собаками. То пробрызгайте, пожалуйста, вот эту вот подстилку, солому, какими-то инсектицидами. То есть, средствами от насекомых. То есть, собака может притащить с собой блох где-то. Ну, в соломе она уже жить не будет, потому что, как бы, она будет про... Ну, обработана от насекомых. Также может притащить с собой клещи. И если она будет спать уже на этой соломе, обработанной, как бы, то вероятность того, что этот клещ останется, во всяком случае, в этой соломе он жить не будет. Потому что очень часто зимой приносят солому, то есть, делают смену соломы у собаки. И зимой, зимой впиваются клещи, потому что просыпаются, потому что становится тепло, собака поспала. И, как бы, потом происходит заражение там всевозможными заболеваниями. Поэтому не пренебрегайте этим правилам, обрабатывайте подстилку своего животного и делайте смену не реже, не реже, чем раз в две недели. То есть, все равно имеет свойство, как бы, даже солома сваливаться, превращаться в труху, ну, что не есть очень хорошо. Поэтому... И запревать, кстати, о птичках. Поэтому, конечно, гораздо меньше, нежели сена, но, тем не менее, все равно такой процесс происходит. Поэтому заботитесь о своих животных, берегите их, соблюдайте. Вот всем рекомендую будку строить по моему типу, чтобы был вход не прямой. И тогда ваша собака будет вам благодарна, она будет чувствовать вашу любовь и заботу. И все будет хорошо. Смотрите, значит, еще раз хочу сказать о том, что это все-таки летний вариант. Акбар, я хотел, сейчас, думаю, сейчас на видео мы будем его приучать к этой будке. Ну, собака поняла, что это хорошо. Тем более, в процессе того, когда я будку делал, я на этот пол его просил зайти, там, ну, для того, чтобы примерочки всякие разные сделать. Поэтому он осознал уже это мероприятие как бы как таковое. Но я еще раз хочу сказать, что будка эта летняя, я ее не утеплял. Здесь даже какие-то щели есть, то есть, не четко подогнаны доски. Но, тем не менее, крыша головой у собаки есть. А, причем, хочу заметить, вот давайте я сейчас камеру возьму. Хочу заметить, вот смотрите. Вот Саша, вот тоже. Ну, вот сверху здесь как бы я технониколь этот рубероид постелил. Сзади досточки. Все это, естественно, будет обработано как бы лаком. Хотя, первое время собака будет не нравиться, то есть, не нравится ей будет запах этот. Но, и вот еще что. Акбар, иди погуляй. Иди. Вот, смотрите, здесь что я еще сделал. Вот здесь вот внутри есть такая шторочка. Акбар не щенок. Он эту шторку отдирать не будет, я думаю. Ну, отдерет, значит, его это проблемы. Эта шторка нужна для того, чтобы как бы, ну, мошкара и так далее, чтобы собака спасалась от мошкары. Дочь у меня тоже, я смотрю, облюбовала как бы вот эту вот будочку. Можно было шторочку вот здесь повесить, да? То есть, вот сразу же вот здесь вот на входе. Ну, а я ее почему не стал здесь вешать? Потому что, если будет идти, например, дождь, да, собака вот в этом предбанечке может находиться. Ну, вот так вот, вот. То есть, видите, вот скат сделан. Здесь рубероид технониколь. Вот он заведен сюда, этот рубероид. То есть, как бы, течет и не будет точно и однозначно. Акбарчик, иди на место. Иди на место. У тебя новое место сейчас. Акбар, иди ко мне. Домой. Ну, вот они вдвоем тут с Сашкой будут жить, я так понимаю. Саша, вон в той комнате будет жить. Где Саша? Ну-ка, покажись. Где Саша? Нет. Нет, не будешь показываться. Давай. Вот она, Саша. А вот она, Акбар. То есть, вот так вот у нас такая двухкомнатная квартира такая получилась. Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение. Заботьтесь о своих питомцах, и у вас все получится. С вами был канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Спасибо. Спасибо.